Добро пожаловать на наш канал. В этом видео мы поговорим о одной из самых знаменитых и любимых фигур в мире боевых искусств, Джеки Чане. Джеки Чан, также известный как Чек Кван Чан, родился в Гонконге в 1954 году и уже более пяти десятилетий развлекает зрителей по всему миру своими невероятными навыками боевых искусств, акробатикой и комедийным ритмом. Джеки Чан снялся в более чем 150 фильмах и является одним из самых узнаваемых лиц в мире боевиков и стал иконой индустрии. Так что расслабьтесь и приготовьтесь узнать больше об удивительной жизни и малоизвестных фактах о Джеки Чане. Мать Джеки была беременна им почти на 12 месяцев, прежде чем она обратилась к врачу, который выполнил у нее кесарево сечение. Вес ребенка при рождении составил 5 килограммов 400 граммов. Он родился в Гонконге в 1954 году и изначально занимался гимнастикой. Настоящее имя Джеки Чана – Чан Кон Сан. Однако, как он утверждает, его отец был в некой мере шпионом и изменил семейное имя. И таким образом, настоящее имя Джеки – Фон Си Лунг. Не секрет, что после рождения родители Джеки задумывались о продаже его врачу-британцу, который принимал роды. Сам Джеки говорит, что если бы его действительно продали, то в настоящее время он, вероятно, жил бы в Великобритании, говорил бы на английском языке и не знал бы китайского, и, возможно, работал бы доктором. Прежде чем стать кинозвездой, Чан работал каскадером в фильмах Брюсселе, в том числе в Выходе Дракона. Три основных правила, которые следует Джеки в своих фильмах. Он играет только героев, случайно становящихся таковыми в результате неожиданных обстоятельств. В фильме должен присутствовать человек, нуждающийся в его защите, например, девушка, ребенок или пожилой человек. И самое важное, он должен оставаться самим собой во всех экранизациях, то есть маленьким, вертлявым и смешным. Он известен тем, что выполняет свои собственные трюки и несколько раз был травмирован на съемочной площадке, в том числе трижды сломал нос и вывихнул таз. В фильмах Джеки нет насилия, эротических сцен и ругательства. Если оно присутствует, то только в комическом контексте и практически нет сцен с кровью. Джеки гордится этим и говорит, что его фильмы смотрят много детей и женщин, поэтому он не может и не хочет позволять такое в своих фильмах. И помимо работы в кино, Чан также известен своей благотворительностью и учредил благотворительный фонд Джеки Чана для помощи нуждающимся детям. Он обученный оперный певец и выпустил несколько альбомов на кантонском и китайском языках. Он также является послом доброй воли Юнисеф и принимает активное участие в различных компаниях и инициативах по защите детей. Джеки экономичен и учит этому молодежь. Он не использует прислужников, выполняет всю домашнюю работу самостоятельно, даже стирает носки и белье. Когда он выезжает из отеля, он всегда забирает оставшееся мыло, заворачивает его в полотенце и берет с собой. Джеки Чан не пьет не только спиртных напитков, но и кофе. Также он не курит. В 2016 году он был удостоен высшей награды Франции, Ордена Почетного Легиона, за вклад в искусство и усилия по развитию культурного обмена между Францией и Азией. Он обученный мастер боевых искусств и имеет черные пояса по хапкидо и тхэквондо. Он снялся более чем в 150 фильмах, включая трилогию «Час пик», «Шанхайский полдень» и «Кунг-фу панда». Чан является заядлым коллекционером старинного оружия и имеет большую коллекцию, которую он использовал во многих своих фильмах. Он также является опытным писателем и опубликовал несколько книг, в том числе свою автобиографию «Я, Джеки Чан. Моя жизнь в действии». Он является поклонником «Битлз» и назвал группу одним из самых влиятельных людей. Помимо работы в индустрии развлечений, Чан также является успешным бизнесменом и имеет ряд предприятий, в том числе сеть ресторанов, кинокомпанию и благотворительный фонд. Чан также является талантливым спортсменом и представлял Гонконг в различных видах спорта, включая футбол и баскетбол. Он заядлый путешественник и побывал во многих странах мира, включая Россию, Австралию и США. Джеки, почти достигнув всего, что он хотел, желает себе только крепкое здоровье. Мы полностью поддерживаем его в этом желании и желаем ему всего наилучшего. Спасибо за просмотр, и если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку «Лайк» и подписаться на наш канал, чтобы получать больше видео о ваших любимых знаменитостях и развлекательных темах. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!